Охотник заканчивает свой красочный рассказ о своей одиночной охоте примерно таким образом. Иду по следу и чувствую, что зверь где-то рядом. Еще и Джульбарс неизвестно куда делся. Иду настолько тихо и аккуратно, чтобы ни одна веточка не треснула под ногами. Оружие на готове, я весь уже как боевой робот. И тут слышу, как мне сзади на плечи легли лапы. И главное, понимаю же, что это Джульбарс, но перестать делать в штаны уже не могу. Старый охотничий анекдот. После того, как в Кремле соблюли приличие в виде пусть уже и совсем скромных предвыборных обещаний Путина и его прогнозируемого назначения на должность царя, ему можно расслабиться и больше не вспоминать ни об одном своем обещании, которых он раздавал вагон и маленькую тележку перед каждыми своими выборами. В общем, никто уже не вспоминает о современном комфортабельном жилье для каждого россиянина, которое должно было состояться еще лет 10 назад. Каждый третий россиянин продолжает справлять нужду в сортире с дыркой в полу и выгребной ямой. Хотя никто же не слышал от Путина о том, что именно он считает комфортабельным и современным жильем. Ведь наличие фекальных сталагмитов в перекошенных общагах наблюдаются уже далеко не в начале 21 века. Это значит, что именно такое жилье современное и комфортабельное для РФ. С этой точки зрения можно рассмотреть и давние обещания Путина о том, что каждый россиянин уже лет 15 как должен был получать ренту от продажи природных ресурсов. Как известно, за эти годы ведущие нефтегазодобывающие компании «Газпром» и «Роснефть» стали убыточными, а убытки – это та же прибыль, только отрицательная. Вот эту отрицательную прибыль и разложили на россиян. Все так, как и обещал Путин. Это в недрах его правящей верхушки возник уникальный термин «экономика показала отрицательный рост». Вот и с отрицательной прибылью то же самое. Скажем так, за годы правления Путина действительно изменилось очень многое. Даже внешние изменения налицо. Особенно это видно в Сибири и на Дальнем Востоке, где китайцы опустошают гигантские территории бывшей тайги. Местные жители видят перемены ежедневно и ежечасно. И похоже на то, что им это очень нравится, ибо они проголосовали за Путина, который и есть инициатором этих самых перемен. Именно за это друг Си наградил Путина роскошным блестящим ошейником с надписью «Лучшему другу Китая от благодарных корешей». И дальше явно оставлено место для надписи «Спи спокойно, дорогой друг, любим, помним, скорбим». Но это было вырезано из всех сообщений СМИ, что не помешало инсайдерам выдать эту информацию общественности. Так вот, формально получив еще один шестилетний срок, все больше смахивающий на последний, ибо Путин так и не смог ответить австрийскому журналисту на вопрос, не собирается ли он править вечно. Путин издал свои майские указы с новыми прожектами, но со старой формулировкой об изыскании средств под них. И вот тут оказалось, что средств на них не хватает катастрофически. Дело в том, что голодная путинская братва за эти 20 лет отрастила такой аппетит, что выела все, что можно и нельзя, и сожрала бы еще что-то. Да и у самого Путина хлебало развивается намного шире, чем его собственный метр с кепкой в прыжке рост. Посему пошли уже практически все заначки, созданные в тучные годы высокой цены на нефть и газ. Последняя крупная заначка, еще не совсем распиленная, пенсионный фонд. Видные экономисты, в частности Герман Греф, предложили увеличить пенсионный возраст, чтобы добраться до большей части этого фонда. Замысел тут прост. Возраст выхода на пенсию примерно уравнивается со средним возрастом продолжительности жизни. Это значит, что среднестатистическое российское тело, дожившее до такого возраста, скорее отправится в гроб, чем на пенсию. То есть возраст достигнут, а пенсионера уже нет, а на нет и суда нет. Грубо говоря, предложена схема не выплачивать пенсии большинству населения РФ соответствующего возраста. Раз за пенсиями некому приходить, то их можно пустить на более неотложные мероприятия, каковыми являются новые газопроводы и новые системы вооружений. Как указывал срочно уволенный российский финансовый аналитик, лоббируемый Кремлем газопровод «Северный поток-2» при его полной загрузке и заявленной смете, окупится через 60 лет при нынешней цене газа. В таком раскладе прямо сегодня родившиеся россияне по большей части не увидят прибыли этого газопровода, но это никого не смущает. Тут действует олимпийский принцип «главное не победа, а участие». То есть смысл постройки газопровода оправдывается в момент его постройки. Нужные пацаны срубят свои миллиарды еще до того, как по трубам пойдет газ, а пойдет он потом или нет, вообще никому не интересно. В крайнем случае трубу можно будет выкопать и сдать на металлолом и заработать еще на этом. Что характерно, все сильнее проявляется естественное желание путинской власти водрузить режим секретности на все эти замечательные проекты. И это понятно, зачем отрывать россиянина от поглощения боярки, пускай он аккуратно выводит на своем авто тазе на Берлин или можем повторить, и ничего его не будет отвлекать. Кстати, россияне исполняют собственные лозунги и плюют на Берлин, и не просто могут повторить, а повторяют еще по одной боярке. Тем не менее, все, что связано с военщиной, точно можно секретить без оглядки. Если эпопею с ростом в 10 раз цены Крымского моста наблюдала вся Московия, и те за ее границами, кто интересовался этим вопросом, то примерно такие же изменения в стоимости выпуска танка Армата или самолета Су-57 в девичестве ФАКПА уже никто не смог проследить до самого финиша. То, что цена и срок запуска в серию пересматривались, известно, а вот с количественными характеристиками изменений уже не сложилось. Но тут стоит обратить внимание на некоторые интересные моменты, которые трудно отразить в денежном выражении. Танк Армата сугубо засекречен, и о том, какая в нем начинка, есть только предположения, не подтвержденные официально. Зато известно, что пока Армата не пошла в серию и не заменила все остальное железо, а стоит она на уровне леопардов и, может быть, даже уже дороже, то основным боевым танком ВС РФ является Т-90А. Как известно, эти танки переброшены, порядка 30 штук, в Сирию, как в подарок Асаду. Россияне должны быть в курсе, что все, переданное Асаду, их личный дар. Так и в состав контингента ВС РФ, плюс к этим 30. В ходе боевых действий уже потеряно секретное количество этих танков, и специалисты отмечают два их главных отличия от предшественников. Динамическая защита, Штора и Контакт-5, вынуждающая противотанковый расчет укладывать в одно место две и более устаревшие ракеты ПТРК и прицельный комплекс, позволяющий вести эффективный огонь в ночное время и на дистанциях, критичных для ПТРК. С учетом того, что приличных прицелов ни САВОГ, ни РФ не делали, то сразу возникло подозрение, что новая модификация Т-90 получила импортное оборудование. Путем нехитрых мероприятий удается найти место, откуда и прибыли эти прицелы, в частности, ночной прицел Катрин ФК. Подобное оборудование для бронетехники и авиации было поставлено из Франции во времена президентства большого друга Путина Николя Саркази, и теперь именно оно помогает россиянам приносить такое большое количество жертв в Сирии. Но с тех пор многое изменилось, и шалавривые ручки французских политиков теперь воздерживаются от таких фокусов, чтобы не оказаться под раздачей, которая неминуемо подкрадывается к Москве. Тем не менее, ставить старые прицелы на новые танки – нонсенс, а свое ваять уже достаточно поздно. Это все равно, что ведрами пить боржоми, когда почки прощально помахали платочком. При этом важно заметить указанные выше эволюции, произошедшие со стаб-фондами другими, подобными ему, и уже даже с пенсионным фондом, комментируются самими россиянами как острая нехватка денег. Причем соседняя с РФ нефтегазодобывающая Норвегия показывает прямо противоположную динамику. За те 18 лет, которые в РФ выпали на время фактического президентства Путина, она увеличила свой стаб-фонд с 500 миллиардов долларов до триллиона с лишним. При этом в Норвегии самый высокий уровень жизни. Население действительно получает ренту от эксплуатации недр, и эти показатели постепенно растут. Да, это небольшая по площади и населению страна, но для такой крохи она имеет довольно солидный военно-морской флот, а ее авиация – одна из первых после США, которая получает крупные партии новейшего многофункционального истребителя F-35 и намерена перевести все свои ВВС на самолеты пятого поколения. О самолетах еще скажем, но заканчивая Норвегии, можно найти и существенное отличие от РФ. Там нет миллиардеров. Богатые граждане есть, причем почти все, а с миллиардерами как-то не сложилось. Руководство там меняется регулярно, и никто из него не нажил себе даже вонючего миллиарда, без которого пьяный в хлам российский миллиардер Прохоров предлагал никого не пускать в один из куршавельских кабаков. То есть нехватка денег на различные программы, в первую очередь социальные, не мешает заниматься арматами и факпа. И это при том, что на РФ никто не собирается нападать в принципе. Все, что нужно, можно дешево купить без драки. Вот и товарищ Си в курсе. Но прежде чем вернуться к товарищу Си и бусам, которыми он щедро одарил товарища Путина, стоит вспомнить и о других аэропланах. История с Северным потоком показала свою чрезвычайную привлекательность. Она состоит в том, что сторон, которые принимают участие в его строительстве, не очень много, а по сути всего две – РФ и Германия. Это значит, что не надо носиться по странам, через которые можно проложить трубу и всем доказывать ее необходимость и экономическую целесообразность. Для этого надо было бы показать все издержки, которые неизбежны при строительстве, в том числе экономические, экологические и прочие, а с другой стороны, несомненную пользу от функционирования трубы. Этот цирк мог бы плохо закончиться, ибо как минимум возникло два простых вопроса. Первый заключался в том, что РФ должна была показать, что нынешние мощности трубопроводов уже не справляются с перекачкой нужных объемов газа или столкнуться с этим завтра. Второй – надо было показать, что проект экономически безупречен. То есть он стоит немного, а прибыль будет огромной, и все предприятия окупятся за пару-тройку лет. Поскольку РФ не могла обосновать ответ ни на первое, ни на второе, то нужно было убедить коллег просто силой личного обаяния. Чем меньше людей, которых надо убеждать, тем более вероятна договоренность. И уже не важно, нужен ли газопровод вообще, или реально ли его цена, если можно сформулировать все примерно так. «Герхард, мы хотим построить этот газопровод, и именно за такие деньги. А чего хочешь ты?» А дальше – проще. Когда это сработало раз, то можно двигать Северный поток-2, Южный поток и так далее. На это деньги найдутся, как нашлись они на программу распила. Вернее, создание самолета ФАКПА или Су-57, который должен выйти на проектные кондиции примерно после 2025 года, когда ведущие страны уже будут обкатывать самолеты 6-го поколения, а самолеты 5-го поколения будут стоять на вооружении десятков стран. Тем не менее, эпопея оказалась удачной и жирной. ВПК любит подобные программы и делится с руководством добычей, чтобы топ откидывала такие рыбные заказы и впредь. И вот все чаще встречаются заметки о том, что по образу и подобию технологии создания истребителя 5-го поколения идет разработка бомбардировщика 5-го же поколения с условным названием «ФАКДА». Как и следовало ожидать, россияне пошли по пути штатов и проектируют самолет в формате «летающее крыло». Тут все понятно, ибо Б-2 уже более 20 лет бороздит небо и в РФ задумались над тем, чтобы склепать что-то подобное, но пока у них это не сильно получается и сроки прохождения этапов создания самолета постоянно сдвигаются. Так в этом году уже должен был предстать прототип самолета для начального этапа испытаний. Но, как сообщают источники от предприятия-изготовителя, пока удалось создать масштабный макет самолета из дерева и его уменьшенную копию для показать руководству и сделать секретное селфи. Тем не менее, финансирование освоено как положено, а в Москву идут телеграммы про насосы и колесы. Мол, деревянный аэроплан делали долго, ибо не успеваем за китайцами набрать дерево для макета, пришлось делать из валежника. Из того, что уже известно о данном аэроплане, кроме его формы, это то, что он будет способен пролететь 15 тысяч километров без дозаправки, и делать он это будет на дозвуковой скорости. Кроме того, сообщают о том, что его электронная начинка будет унифицирована с тем, что стоит на борту новой модификации стратегического бомбардировщика Ту-160 с идентификационным шифром М2. И здесь возникает вопрос, на котором засыпался факпа. Дело в том, что западные эксперты и даже специалисты из Индии, которые были привлечены к совместной работе по проекту, в один голос утверждают, что электроника самолета не соответствует требованиям пятого поколения, как в виде отдельных систем, так и на уровне всего бортового комплекса. Очевидно, что система электроники для боевых систем становится все более и более слабым местом российских изделий. Французские прицелы для бронетехники тому пример. Россияне смогли освоить отверточную сборку аналогов, но из французских деталей. Кроме того, не раз сообщалось о том, что ключевые компоненты для радаров с активной фазированной решеткой, применяемых в авиации и на флоте, а теперь и в составе оборудования танка Армата, тоже импортного производства. Поскольку собственная промышленность не способна производить эту номенклатуру изделий, то надо ее где-то закупать, как прицелы или мистрали. Но Франция уже не может перекрыть эти потребности, и остается Китай, который производит всю номенклатуру необходимых узлов и агрегатов, пусть и с несколько худшими характеристиками, чем западные аналоги. Посему, имея курс на тотальную милитаризацию, Путин вынужден дружить с Китаем, который способен поставлять необходимые железяки и электронику. Но Пекин четко практикует градацию номенклатуры, попадающей под экспортные поставки. В нее попадают либо лайт-версии того, что поставляется для Нуак, либо старые модели, которые уже не востребованы собственной армией. Если Китай по многим критическим позициям отстает от ведущих западных производителей на шаг, то на экспорт, в частности в РФ, идет то, что отстало уже на два шага. И тут стоит вернуться к дубу и цепи, на нем подозрительно напоминающие бусы для туземцев. Вот эти чудесные сказки о поставках в КНТ, образцов вооружений, СПГ и прочего, только внешне кажутся возможностью заработать живых денег. На самом деле Москва вынуждена хоть чем-то покрывать то, что нужно получить из Китая для своей оборонки. Когда надо наращивать закупки электроники и прочего необходимого железа, а в ответ поставлять особо нечего, в ход идут миллионы гектаров леса. Итого, весь этот круговорот выглядит примерно так. Предприятия ВПК ваяют самолеты, танки и прочее оружие, при этом нещадно распиливают финансирование, а на оплату критических узлов и агрегатов уходят природные ресурсы, в частности в Китай. Тот же лес китайцы доводят до товарного вида и успешно торгуют им по миру, выставляя демпинговые цены, ибо сырье получается почти даром. Но в конце концов техника, оружие и боеприпасы уходят в Лугантон, Сирию, Талибам и другим нужным товарищам на бесплатной основе. Талибы может и заплатят, но героинам и не в бюджет, а друзьям Путина. То же самое и с Сирией. Танки, самолеты и вертолеты поставили, а долг за поставку спишут, как списали ранее 10 миллиардов долларов за предыдущие поставки железа. В ответ некоторые товарищи, в частности Пригожин, которого Путин то знает, то не знает, получают карт-бланш на добычу и вывоз всей нефти, которую потом продадут как добытую в Сургуте или Нефтьюганске. Получается, что еще на стадии разработки и изготовления продукции и военного назначения ребята отпилили себе более половины отпущенных средств и уже могли бы плюнуть на все остальное. Но правильно организовав поставки железа, можно заработать еще на том, что есть у туземцев. А у них таки что-то есть. В Лугандоне уголь и металлолом, в Сирии нефть, в Афганистане героин и гашиш. Все это можно брать практически бесплатно. Так что парни веселы и довольны. Но теперь Путин вынужден привязать свою оборонку к возможностям Китая и закупать там все, что уже нельзя купить на Западе. При этом на закупках тоже можно хорошо нагреться и маржу оставить прямо на месте в Гонконге. Иностранная коррупция китайцев не волнует вообще. А если коррупционные деньги остаются в китайской экономике, так это просто замечательно. А кроме того, сверхдешевое сырье Сибири и Дальнего Востока уже можно даже не покупать, а черпать в рамках консессионных соглашений без учета количества вывезенного. Ибо в этих местах уже приостановлено действие Конституции РФ. Там не то, что некому взымать соответствующую плату за эксплуатацию тех самых недр, с которых Путин обещал платить гражданам ренту, там даже контролировать количество извлеченных ресурсов некому, ибо запрещено законодательно. Режим тотального разграбления узаконен и не подлежит сомнению. Именно так поступали торговцы, прибывшие на вновь открытые земли. Туземцам они предлагали всякие бестолковые безделушки, а взамен брали драгоценности, в том числе золото, либо товары, которые ценились в Европе на вес золота, в том числе специи. Причем сами-то они прекрасно понимали, что осуществляют неравноценный обмен, и что рано или поздно до туземцев это начнет доходить. Упреждая возможные неприятности, торговцы завязывали плотные контакты с местными вождями и одаривали их более ценными ништяками. Как мы видим, Путин получил именно такие бусы за Сибирь и Дальний Восток. Возвращаясь к заглавному анекдоту, следует заметить следующее. Сам Путин и те, кто является его ближним окружением и кто входит в топ миллиардеров журнала Forbes, прекрасно понимают, что их насос высасывают из РФ уже больше, чем она может им дать, без дополнительного выжимания, и они выжимают. Знают, что это гибельный путь, но остановиться уже не могут. Даже если бы самый большой ненавистник имел бы возможность поставить на должность руководителя Залесия персонаж, который бы его разрушил, то вряд ли нашел бы кандидатуру лучшую, чем нынешняя в виде суетливого лысого старика. Думаю, что тысячелетняя история Китая дает его руководству представление о том, как правильно использовать этот подарок судьбы, и там очень дорожат Путиным. Он должен выполнить свою задачу до самого конца, а для этого дедушку надо встречать цветами, оркестром и бусами.